КФУ участвует в конкурсе по созданию уникального в России Центра геномных исследований для медицины. Заявка поддержана 20 бизнес-партнерами, среди которых ведущие биотехнологические компании России и эксперты в области биоинформатики. Конкурс проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Федеральной научно-технической программы развития геномных технологий на 2019-2027 годы и мероприятия по реализации национального проекта наука. Это единственная заявка по созданию геномного центра для медицины. В консорцию входит очень много разных университетов, организаций и индустриальных партнеров. Ведущим в консорцию является Алмазовский центр в Санкт-Петербурге. Казанский федеральный университет стал единственным из участников, который сосредоточил свою программу создания и развития центра геномных исследований для медицины на генетических технологиях. Казанский федеральный университет уже не первый год занимается исследованиями в области геномных исследований. Так, на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ уже долгое время располагаются лаборатории, которые непосредственно связаны с геномными исследованиями. Одним из таких центров исследования является лаборатория КФУ Рикен. Буквально пару дней назад медицинский кластер Казанского федерального университета посетил директор инновационной программы превентивной медицинной диагностики Рикен Йожихида Хаишизаки. Напомним, что Казанский университет имеет совместную лабораторию трансляционной геномики КФУ Рикен, расположенную в Японии, в стенах Мирового научного центра Рикен. Японская сторона тоже имеет в свою очередь лабораторию КФУ Рикен на базе Казанского университета. Это так называемые зеркальные лаборатории. Институт физико-химических исследований, или сокращенно Рикен, это крупный научно-исследовательский институт в Японии, мировой лидер в науке. Он является стратегическим партнером КФУ еще с 2008 года. Казанский федеральный университет и Рикен совместно готовят специалистов высшей квалификации в области физики. Действует в УЗИ целый комплекс совместных научно-исследовательских лабораторий КФУ Рикен в области химии, медицины и генной инженерии. Стоит отметить, что взрывной урос сотрудничества в науке произошел с момента появления медицинского направления в Казанском университете. Ничего не было, но после этого, 30 людей работают, поэтому они очень активны. И я знаю их результаты, их действия. Задачей Центра геномных исследований для медицины в России должно стать создание комплексной системы в масштабах всей страны. Для совместной реализации научных проектов и внедрения их результатов в практику здравоохранения. На базе Центра планируется разработать линейку продуктов для диагностики и лечения заболеваний кинетической природы. Целью консорциума является именно более глубокая интеграция. Да, каждый член консорциума имеет свои уникальные компетенции. Но в современной науке невозможно достичь результатов мирового уровня, если ты работаешь в одиночку. Всегда эффективно объединять ресурсы, объединять компетенции. В программе Центра геномных исследований заложены фундаментальные практические работы по шести наиболее актуальным направлениям современной медицины. Казанский университет участвует сразу в нескольких проектах. Это проекты, связанные и с диагностикой различных заболеваний, онкологических заболеваний, орфанных заболеваний, и с разработкой новых методов лечения, терапии заболеваний с применением генных технологий. Это генная терапия, это редактирование геномов иммунных клеток, столовых клеток для лечения онкологических заболеваний, иммунных заболеваний, орфанных заболеваний. Ожидается, что итоги конкурса на создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований, будут подведены в течение сентября. Диана Шилова, Универньюз. Универньюз.